Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке. В авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацатурян на Первом медицинском канале. Гладышев Вадим Николаевич, профессор медицины Гарвардской школы медицины и директор Центра окислительно-восстановительной медицины в больнице Бригама в Бостоне. Профессор факультета биоинженерии и биоинформатики МГУ с 2017 года руководит лабораторией системной биологии и старения в Научно-исследовательском институте физико-химической биологии имени Белозёрского. В настоящее время центральное место в обширной сфере научных интересов профессора Гладышева занимает механизмы старения и контроль продолжительности жизни, которые Вадим Николаевич с коллегами изучает на модельных организмах – дрожжах, плодовых мушках, голых землекопах и мышах, методом геномики, биохимии и клеточной биологии. Вадим Гладышев – автор более 350 статей в ведущих научных журналах и один из самых цитируемых учёных России. Вадим Гладышев сегодня в студии «Медицина в контексте». Здравствуйте, Вадим. Здравствуйте. Этот выпуск программы продолжает тему старения, которую мы затронули в предыдущем выпуске с московским коллегой Вадимом Николаевичем Петром Федичевым. Тема, простите за игру слов, старения неувядающая, а в связи с заметным и наблюдаемым в наши дни старением населения она приобретает ещё и новое звучание. Но в контексте нашей программы население планеты – это не то, что принято считать, это не народонаселение, это разнообразные организмы, населяющие Землю, а человек просто одно из звеньев этой эволюционной цепочки. Но разговор нам предстоит фундаментальные механизмы старения и долголетия. Пожалуйста, Вадим, вам слово. Спасибо, Марина. Сегодня мы поговорим, как вы сказали, про механизмы старения и долголетия. Может быть, начать стоит с того, что сказать, что вся биомедицинская наука сейчас организована так, что учёные изучают какие-то конкретные болезни. Кто-то работает с раком, кто-то работает с диабетом. То же самое мы видим по организации науки, например, Национальные институты здоровья в США, где я работаю, организованы тоже по болезням. Национальный институт рака, Национальный институт диабета, желудочно-кишечных заболеваний, заболеваний почки и так далее. По этому графику видно, что все эти болезни нарастают, можно сказать, параллельно. Они все часто встречаются в старом возрасте, и их практически нет в молодом возрасте. Это создает значительную проблему для нас, потому что, допустим, если мы каким-то способом удалим какую-то одну болезнь, например, болезнь почек, или рак, или какую-то другую болезнь, то, в принципе, мало что изменится, продолжительность жизни будет более-менее такой же, потому что все остальные нарастают. И у старых людей практически у всех много таких болезней. Что это означает? Это означает, что возраст является основным фактором риска для всех этих болезней. И поэтому один способ изучать болезни – это, собственно, изучать болезни по отдельности, а другой способ – понять, что такое старение, и попробовать воздействовать на него. И тогда, если мы смогли бы замедлить само старение, мы смогли бы отодвинуть все эти болезни одновременно. Даже если этот эффект был бы очень маленький, на старение общий эффект на все эти болезни был бы очень значительным. Это, конечно, очень сложно, и до конца непонятно, как это сделать, но, тем не менее, это активная область исследований, и мы, собственно говоря, этим как раз и занимаемся. Сразу возникает тогда вопрос, а, собственно говоря, что такое старение? Для нас это, в общем-то, самый важный биологический вопрос. Но если мы даже спросим людей в области старения, а что это такое, дать определение, они не могут это дать, ну, так же, как мне трудно сказать, что такое жизнь или что такое любовь. В какой-то момент было принято говорить, что это укорочение теломер, но это просто визуальный какой-то один только параметр. Да, мы про это поговорим, это как бы неточное определение, можно так сказать. Так вот, что же такое старение? Непонятно. Значит, даже такие вопросы, например, это физиологический процесс или патологический? Ну, потому что можно предполагать, что старение — это как бы нормальный процесс физиологический, который предрасполагает к болезни, к патологии. Или старение — это и есть болезнь, или комбинация болезней. То есть, вот такой вопрос, на него тоже сложно ответить. Ну, вернее, люди, конечно, отвечают, разные ученые на него, но они просто по-своему, нет согласия. Также вопрос, который нас интересует, а что определяет продолжительность жизни клетки, например, или организма, или ткани? Нам эти вопросы интересны, и для себя мы сформулировали эти вопросы вот так вот. Мы изучаем механизмы старения, то есть мы отвечаем на вопрос, а почему происходит старение? Причина, следствие связи в этом. А также механизмы продолжительности жизни. Мы здесь задаем вопрос, а почему организмы живут столько, сколько они живут? Это два совершенно разных вопроса. И чтобы иллюстрировать это, я часто использую такую метафору в виде реки. Вот предположим, что есть у нас река, она течет с гор в океан. Вот она в горах есть, протекла сюда в океан. И время, которое вода течет, это продолжительность жизни. Аналог продолжительности жизни. Что мы можем сделать, чтобы увеличить продолжительность жизни? Мы можем по-другому упустить эту реку, прокопать другое русло, так, чтобы оно медленно текло вот сюда, вот сюда, 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 сюда. И тогда эта продолжительность жизни увеличится. Но при этом, этим фактом мы не изменим самой причины от того, что течет вода по реке. Она течет из-за силы земного притяжения. Так вот, собственно, старение является аналогом силы земного притяжения, а время, которое оно течет, это аналог продолжительности жизни. Поэтому, когда мы изучаем само старение, мы, на самом деле, изучаем два совершенно разных вопроса, которые часто, как бы, людям это, может быть, трудно разделить, но мы для себя это разделяем. Есть причина старения, собственно, понять, что такое старение. И когда мы поняли, что это за процесс, мы пытаемся на него воздействовать, чтобы он проходил быстрее или медленнее, то есть мы меняем русло реки, грубо говоря. Ну и, собственно говоря, теперь мы подходим к вопросу, а что является, собственно, старением. И, естественно, этот вопрос интересовал людей, ученых. Сколько существует человечества, да. Естественно. И я расскажу про основные теории, их шесть, я бы так сказал, собственно говоря, которые давали определение старения. Первая была теория, называется теория программного старения. Ее предложил Август Вайсман еще в XIX веке сначала. И ее сильно развил вот наш такой выдающийся соотечественник Владимир Петрович Скулачев, академик, самый цитируемый биолог в России. Значит, что говорит эта теория? Она говорит о том, что старение запрограммировано, что есть какая-то генетическая программа, из-за которой организмы старятся и в конце концов умирают. давая, скажем, ресурсы, доступ к ресурсам более молодым особям. Вот такое сознательное старение. То есть эволюционно закрепленное. Да, эволюционно закрепленное и именно генетически запрограммированное. В этой теории есть смысл. Однако, если это генетическая программа, можно предположить, что есть какой-то ген или набор генов, которые за это отвечают, которые закреплены во время эволюции, которые поддерживаются отбором. Но, тем не менее, мы никогда не видим ситуации, когда, скажем, ген этой программы смутировался, и эта программа разрушилась, организм перестал стареть. Апоптос — это частные случаи просто, да? Апоптос — это... Это не такое явление, которое вектором идет через всю жизнь и направляется. Это применимо для каких-то клеточных типов только. Это программная клеточная смерть, а не смерть организма. Поэтому в этом теория есть смысл, но, мне кажется, она не до конца объясняет ситуацию. Другая теория, она эволюционная теория. И она придумана была двумя учеными, такой Медовар, Нобелевский лауреат и Вильямс. Медовар придумал идею накопления мутации с возрастом. Не с возрастом, но накопление мутации, эволюционное накопление мутации. Идея здесь такая, что предположим, что есть мутация в геноме, которая в молодом возрасте не имеет никакого отрицательного эффекта. Ну, просто есть она или нет, неважно. А в старом возрасте она имеет какой-то негативный эффект. Она приводит к каким-то повреждениям, например. Тогда отбор на эту мутацию не будет действовать, потому что в молодом возрасте она не действует, организм оставил потомство. Да, размножился. А потом, когда она стала действовать, собственно, уже неважно, организм будет жить или нет. А продолжение этой теории называется, название совершенно плохое, антагенетическая эпилитерапия, потому что по нему ничего не понятно. Но оно логически имеет смысл. И здесь идея такая, что, может быть, есть какая-то аллель или ген, который в малом возрасте дает преимущество. Ну, например, организм может быстрее бегать или выше прыгать, или лучше видеть. И в такой ситуации этот ген или аллель дает какое-то преимущество эволюционное. Но, допустим, этот ген так устроен, что он дает преимущество в молодом возрасте, но вреден в старом. И тогда, получается, этот ген будет все равно подвержен отбору, он будет присутствовать в популяции, несмотря на то, что он вреден в конце. Понимаете, эти обе идеи, они похожи друг на друга, имеют смысл. Однако, хотя была эта предложенная идея 60 лет назад, мы до сих пор не знаем, а сколько таких генов. А что это, один ген или 10, или 100, или 1000, или, может быть, больше. Что это за гены? Не было продвижения значительно в этой области, поэтому мы тоже не можем до конца утверждать, что эта история идеи правильная. Следующая теория называется свободно-радикальная теория старения, придуманная Харманом. Она логически очень, ну, понятно. И активно эксплуатируется. Очень активно эксплуатируется, да. Это то, почему мы идем в магазин, в аптеку, и мы видим антиоксиданты. Оксиданты плохо, антиоксиданты хорошо, но это на самом деле не так. Она была тоже, не подтвердилась, эта теория. Ну, хотя имеет смысл в том, что кислород нам необходим, мы им дышим, но он очень реакционно способен, может частично восстанавливаться, из-за этого производить так называемые свободные радикалы, которые воздействуют на другие молекулы в клетке и повреждают их, повреждения накапливаются, организм умирает. Непонятно, почему, например, процесс этого повреждения свободно-радикального был бы более сильным, например, в плане подверждения, чем, например, какой-то любой другой процесс. Вы упоминали, ну, укорочение теломера, например, ну, или какие-то, метахондриальные какие-то проблемы или белковый синтез. непонятно, почему. Расширилась эта идея, такой был Лезли Оргел, он предложил теорию о накоплении ошибок в плане трансляции и транскрипции. Она более широкая, но все равно непонятно, почему это было бы самым важным. Еще такая есть идея, называется теория расходной сомы или disposable сома, предложена Томом Кирквудом, он ученый из Англии. Он говорит, что всегда есть ограниченные ресурсы. Где бы ни жил организм, у него, может быть, еды мало или какие-то другие ресурсы ограничены. И ему приходится часть этих ресурсов при этом тратить на размножение. И раз часть он тратит на размножение, значит, у него всегда не будет хватать ресурсов на себя, на какие-то репарационные процессы, на удаление повреждений. Значит, эффективность удаления повреждений будет не 100-процентная, неэффективная, значит, эти повреждения будут накапливаться, и организм умирает. Вот такая мысль. Но тут непонятно, почему всегда ресурсы ограничены. Может быть, в каких-то ситуациях какой-то организм живет на протяжении нескольких поколений, когда ресурсов достаточно. В общем, тоже здесь в каждом из них зрелое зерно есть, но почему-то не всегда все понятно. И последняя теория — это теория гиперфункции. Она тоже предложена нашим соотечественникам, которые работают в Соединенных Штатах, Михаил Богосконный. Очень интересная идея о том, что у нас гены работают во время развития, но потом нельзя их полностью остановить. Они как бы продолжают. У них избыточная функция такая. Она как бы тоже, может быть, эволюционный процесс. И поэтому вот эта избыточная функция, он ее назвал гиперфункцией, но может другие люди называют ее какими-то другими словами, она приводит в результате какой-то дисфункции, болезни и смерти. Он специфично говорит, что повреждения здесь не важны, то есть здесь тоже вот такая проблема есть. Но что в целом мы видим? Мы видим, что в каждой теории имеется смысл. В общем-то, но при этом каждый из них... Имеет изъяны. Изъяны, она полностью не объясняет старение. И в результате мы то, что у нас есть, то, что мы до конца так и не понимаем старение, несмотря на всех этих замечательных людей, которые предложили эти замечательные идеи. Я предлагаю посмотреть на этот процесс немного с другой стороны. И вот посмотрим такую простую схему. Предположим, что у нас есть фермент Е, который катализирует какую-то реакцию. Ну, фермент-катализатор, он берет субстрат С и переводит его в продукт П. Что мы можем сказать про этот белок, про этот фермент? Мы можем сказать, что он присутствует в организме. Значит, у него есть ген, он закодирован в геноме. И раз он есть там, у него есть какая-то консервативная функция. Это прямая функция, которая определяется какой-то активностью этого белка. Но при этом этот белок, он что ли не идеален. Он образован всего лишь из 20 типов аминокислот. Это такой подвижный полимер, который уязвимый. Он не идеальный. В принципе, в биологии ничего идеального нет. Такая идеальность — это основа биологии. Но в том числе это применимо к ферменту. И он, есть ненулевая вероятность, что он прореагирует с каким-то другим субстратом. Или прореагирует с своим субстратом, но произведет какой-то другой продукт. Назовем его Д. Ну, Д-мочное повреждение. Что можно сказать в этой ситуации? Можно сказать, что это непрямая функция. Нету цели у биологии производить это повреждение Д. Но оно производится неизбежно, как последствия того, что этот фермент производит нормальный продукт П. Понимаете? Это непрямая функция, это повреждение. То есть у нас вот этот процесс запрограммирован. Но процесс, который красным показан, он тоже не напрямую запрограммирован. Хотя цели у него никакой нет. Понимаете? Поэтому вот Д-процесс и непрямая функция, это нам говорит о старении. А это нам говорит, ну, фактически о биологии, о развитии, может быть. Или просто какой-то биологической функции. Понимаете? Поэтому у нас повреждения, они приходят вместе с процессами жизнедеятельности. Вместе с жизнью у нас происходит... Ну, то есть нет повреждения без жизни, нет жизни без повреждений в некотором смысле. Да. Вот вы правы. Соответственно, можем эту идею распространить, мы же сказали, какой-то абстрактный фермент. Значит, это может быть любой фермент. Ну, не только фермент, любой белок, любой ген, и даже не только любой ген, но и любая молекула, которая используется с какой-то целью. Ну, кислород, допустим. Нам нужен кислород, мы им дышим. Он необходим для процессов окисления, но при этом он реакционно способен и тоже производит повреждения. Значит, у него есть эта вот положительная часть, и есть отрицательная. Понимаете? То есть мы можем сказать, что повреждения такие, они могут быть, например, побочными продуктами, какими-то ошибками. Может быть, мутациями. Есть, мог быть, эти такой эпигенетический дрифт. Может быть, какой-то дисбаланс в компонентах белковых комплексов. Или дисбаланс в числе клеток в органе, например. Та же самая гиперфункция. То есть вот эти повреждения, они существуют на многих уровнях. Это не только какие-то метаболиты, например, или только какие-то посттернациональные модификации. А повреждения, они на многих уровнях. Поэтому удобно нам говорить их, называть их не повреждениями, вот это общие такие кимулативные повреждения, а мы их называем дилетариомой. Дилетариома от слова dileterious process. Как бы вредный. Как бы дилетция, да. Ну, скажем, не дилетция, а вот именно вредный процесс дилетариома. И все это в сумме мы называем такой дилетариомой, в сумме этих вредных процессов. Это вы придумали. Ну, такое слово да. Мы такое слово странное придумали. И что мы можем сказать? Что, значит, эти вредные процессы, они могут быть случайными. Ну, стахастические процессы. Но также и не случайными. Я вот уже рассказал, что это ведь не какое-то D, а это очень конкретное D, произведенное конкретным ферментом E. Этот белок запрограммирован в геноме, у него есть ген. И, значит, этот тоже напрямую как бы запрограммирован. Понимаете? Поэтому эти повреждения, они не совсем случайные. Часто говорят, случайные повреждения. Большинство повреждений совершенно не случайные, а очень конкретные повреждения. Например, у мыши могут быть одни повреждения, она мало живет. А у человека, который живет дольше, несколько другой набор повреждений. И в том числе это, например, соответствует той же антагонистической плейтерапии, потому что в этой идее плейтерапии, что можно сказать? Что есть гены, которые имеют положительную функцию в начале, но вредную в конце. Но, в принципе, можем сказать, любой ген, вот по этой идее, любой ген имеет положительную функцию в начале и вредную в конце. Не только любой ген, а любой биологический продукт, любая молекула, которая используется с какой-то целью. У нее эти есть функции. Поэтому бессмысленно искать гены антагонистической плейтерапии, потому что все гены уже имеют исходно эти свойства. Понимаете? Интересно. Теперь вы можете... И очень много таких корреляций на более высоком уровне в жизни вообще целого. Вот от отдельных таких. Ну да, можно распространить это и шире. Как-то вот напрашивается философски, но не будем сейчас сдаваться. Можно это рассмотреть с другой стороны и задать такой вопрос. Но если это вот такие идеи повреждений, применимые для всех систем, как же вообще тогда мы имеем организмы, которые живут там миллионы, миллиарды лет? И почему бактерии не стареют, например? У них же тоже есть все эти же гены, те же самые процессы, но почему-то они не подвержены старению. И вот это можно рассмотреть в виде этой, вот такой схемки. И предположим, что у нас вот есть какой-то организм. У него есть какие-то полезные там у него компоненты. Есть повреждения, два повреждения. Он живет, 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 и у него эти повреждения накопились, стали четыре. А потом он разделился пополам, и эти повреждения разбавились. Их снова стало два. Потом он стал жить, снова четыре. Потом он снова разделился, снова снова два. Это о чем говорит? Это говорит о том, что нам вовсе не обязательно удалять все повреждения. Мы их можем разбавлять. Потому что повреждений их слишком много, каждый биологический процесс произвел повреждения. Но если они разбавились, то есть скорость их накопления меньше, чем скорость деления клетки, то клетки, она может существовать, их не надо детектировать, не надо удалять, они просто разбавляются и все. Поэтому я здесь написал, что повреждения полностью нельзя их удалить, но их можно разбавить. И, по-видимому, это то, почему жизнь, в принципе, существовала. Вот эти протоклетки, первоисходные, они уже неизбежно будут накапливать повреждения. Но если они делятся и разбавляют повреждения, то эта жизнь существует миллионы, миллиарды лет. Но в какой-то момент, во время эволюции, когда, скажем, решение сделано о том, что используются полностью дифференцированные невозобновимые клетки, это уже не работает, мы не можем разбавить. Например, в случае человека, у нас есть нейроны, они эмбрионально производятся, а потом они всю жизнь существуют, большинство из них не обновляются, поскольку неоригенезы. Есть разные сейчас работы, но в основном нет, конечно, якобы стволовых клеток. Есть нейроны, для нас очень частичная работа для человека. Это очень незначительная часть. Поэтому, как только это решение принято, у нас есть какие-то компоненты глаза или скелет, нейроны, клетки сердца, много таких систем, которые невозобновимы. И значит, повреждения в них будут накапливаться, и значит, процесс старения нельзя остановить теоретически. Понимаете, вот такая ситуация. А в случае бактерий это можно. Но можно замедлить, и мы рассмотрим, как это сделать сегодня тоже. Я вам рассказал о том, что повреждения, они неизбежно производятся, накапливаются. Но вот как на них посмотреть? Как мы могли бы изучить эти повреждения? Потому что повреждений очень много, каждый процесс их производит. Их такое количество. Если мы начнем изучать какое-то одно из них, теломеры, это такая маленькая часть всего этого, вселенной повреждений, которые в каждой клетке есть. Это трудно изучать. И непонятно, как придумать методы для изучения. Я просто хотел пример показать, как мы это изучаем. У нас много есть статей на эту тему, но просто я один пример покажу здесь. В этом эксперименте мы изучаем мух. Вот мы взяли мух, и вот они у нас живут. В смысле дрозофил. Да, дрозофил, да. Они умирают, и в этих точках мы берем образцы, вот здесь взяли образцы, здесь взяли образцы, вот здесь и так далее. Это наши контрольные мухи. И мы взяли мух, в которых мы их посадили на другую среду, вот это defined среда. Но это фактически ограничение в калориях. Ограничение в калориях приводит к увеличению продолженности жизни. Что противоречит той вот одной из теорий про ограниченные ресурсы. Да. Просто противоречит напрямую. Совершенно правильно. Я там это не отметила. Да. Да. Вот. И мы этим мухам дали вот такую диету, и они стали жить дольше. Ну, это известный процесс, просто модель увеличения. Да, подтвержденный уже давно как-то. Что мы можем сказать про этих мух? Мы можем сказать, что когда вот мухи более старые, вот здесь по сравнению с более молодыми, у них накопились повреждения. И, значит, по идее, химический состав их должен быть более разнообразным. Скажем, если мы сможем детектировать метаболиты, по идее, мы должны больше метаболитов увидеть в старых мухах, чем в молодых. Распада, да? И мы это проверили, мы сделали метаболомный анализ. И вот на этом слайде видно, что вот красным показано число метаболитов, которые мы видим в этих мухах. И вы видите, что они с возрастом, число их увеличивается. Это в этом эксперименте. А в случае вот этих ограничений в калориях мы тоже видим, число этих соединений увеличивается. Ну и в конце вот оно перестает увеличиваться, но это происходит из-за гетерогенности популяции. То есть это подтверждается фактически экспериментами, что в старости накапливаются повреждения, их просто больше становится. Какие-то вот тысячи разных каких-то непонятных соединений возникает. Теперь можно этот набор данных посмотреть с другой стороны и задать вопросы. А какие метаболиты изменяются с возрастом и сколько их? В этом эксперименте мы детектировали 15 тысяч метаболитов. И вот мы видим, что, скажем, в обычных условиях порядка двух тысяч увеличиваются, изменяются с возрастом. И в случае ограничения в калориях тоже порядка двух тысяч изменяется. И тысячи из них пересекаются. И мы говорим, что эти метаболиты медленнее накапливаются с возрастом, и организм дольше живет. И многие работы действительно изучают вот это пересечение, но можно изучать и вот не пересечение, а то, что другое. Напрашивается идея использовать это как индикатор растарения, организмы индивидуальные. Стакан может быть полностью наполнен, а может быть наполовину наполнен. И наполовину это хорошо или плохо? Получается, что, понимаете, поскольку метаболиты изменяются в одних условиях наполовину, а эти метаболиты другие, создают на самом деле большую проблему для анализа старения. И она вот иллюстрируется вот этим слайдом. Мы здесь сделали анализ, PCA-PLAT анализ, и мы видим, что траектории старения, они разные. Вот, допустим, в нормальных условиях вот эта вот муха молодая, она постепенно старится, 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 и вот она здесь умирает. В случае ограничения в калориях муха молодая здесь, она вот старится, старится сюда, и здесь умирает. И мы видим, что мы не замедляем старение ограничением в калориях. Старение происходит по совершенно другой траектории. Понимаете, вот есть молодой организм, вот он старится как-то. Мы воздействовали на него, мы его полностью изменили, и он стал стареть по другой траектории. Мы не замедлили старение, мы его изменили. Изменили. То есть в целом мы видим, конечно, что продолжительность жизни меняется, и мы его как бы иллюстрируем, говоря слово «замедление», но на самом деле мы изменили. Это задает гигантскую проблему в области старения, потому что как бы мы не воздействовали на систему, система становится другой. Сделали нокаут, какой-то ген убрали, или оверэкспрессировали, или дали другую диету, система стала другая. Она изменилась, и она стала стареть по другой траектории, поэтому иногда она может дольше жить. И, в принципе, процесс увеличения продолжительности жизни — это, в общем-то, несложный процесс. Можно много воздействовать на систему какими способами, и иногда она воздействует так, что она будет стареть медленнее в целом, она будет жить дольше. Понимаете? Но сравнивать их напрямую, говоря, что мы замедляем, не совсем правильно. Это разные вещи, как бы яблоки с апельсинами, условно говоря. Теперь, собственно говоря, я хотел бы перейти к процессу самого замедления старения. То есть, как сделать так, чтобы организмы жили дольше. И для этого мы используем примеры природные. Потому что природа для нас делает эксперимент много раз, тысячи, миллионы раз. Она делает эксперименты каждый день, и мы можем использовать. Мы только посмотрели, а как она это сделала. Ну и вот, например, здесь показано продолжительность жизни разных видов. Вы видите, что одни какие-то виды живут мало там, может, дни или месяцы, или годы. Вот там мышь там 3-4 года живет. Какие-то животные живут дольше. Вот там олень здесь показан, вот голый землякоп, там 30 с чем-то лет. Начница бранта, лошадь. Вот здесь дальше еще дольше живет слон. Значит, лобстер 100 лет живет? Да, лобстер живет 100 лет, да. Вот человек, ну, человеку у него максимум сейчас 122 года. Это достаточно долгоживущий организм, между прочим. Вот кит еще дольше живет. Есть организмы, которые, в общем-то, не стареют. Например, гидра. Когда-то, 150 миллионов лет назад, было какое-то млекопитающее одно, которое жило, ну, может быть, лет 12, предположительно. Было, может быть, размером с кролика. А теперь у нас получилось все это разнообразие млекопитающих. Так что некоторые живут там год, а некоторые 200 лет. Значит, природа что-то изменила, потому что набор генов тоже практически одинаковый. Размер генома одинаковый. Гены, да. То есть что-то она подправила в промоторах, в энхансерах, в самих генах. Что-то какие-то другие изменения. Так что такое получилось разнообразие. Вот что она подправила? Что изменилось? Мы хотим понять, что изменилось, и применить это для того, чтобы также изменить, только еще больше увеличить продолжительность жизни. Для этого мы используем разные модельные системы. У нас вот есть такие модельные системы. Например, мы изучаем таких рекордсменов-долгожителей среди млекопитающих. Голый землекоп, ночница Варанта, такой гренландский кит, человек в том числе. Мы сегнируем геномы их, анализируем их по-разному, пытаемся понять, как так получилось, что они долго живут. Может быть, мы могли бы взять те же самые гены, те же самые изменения, которые природа сделала в них, и ввести, например, в человека или в какое-то другое животное. Мы также используем анализы среди млекопитающих. Так что мы не только рекордсменов берем, а всех. И смотрим какие-то корреляции между всеми на разных органах. Мы делаем профайлинг на разных, например, на одном типе клеток, выделенных из разных животных и выращенных в одном инкубаторе в тех же самых условиях. На этой же среде все одинаково, только это разные виды. И поскольку основа продолжительности жизни все-таки генетическая, то она должна сохраняться и в том числе и в клетках, выделенных из этих организмов. Также в клеточных типах, но здесь можно так сделать пример. Например, разные клеточные типы в организме, у них геном одинаковый, но живут они по-разному. Например, нейроны, они живут всю жизнь. Вот они сделались эмбрионально, и вот 100 лет, скажем, человеческий нейрон может жить в теле. А, например, гепатоцит может жить меньше. Или какой-то моноцит, ну, например, клетки крови, они, в принципе, живут меньше гораздо. И мы ищем закономерности на этом уровне, сравнивая с каждым. Ну, где тут эпигенетические механизмы, да, заявленные? Ну, несомненно, да, потому что генетика-то одинаковая. Ну, да, просто от окружения. Да. Также мы смотрим на уровни мышиных моделей. Ну, например, мы берем мышей и подвергаем их всеми известными способами, известными способами, которые увеличивают продолжительность жизни. Например, ограничение в калориях, или рапомицин даем, макарбозу, и так далее, генетические какие-то изменения. И смотрим, эти процессы одинаковые или нет. Как бы одинаковые, они изменяют систему, так что мы дольше. Или много есть способов разных. Мы пытаемся понять основу, что является основой для того, чтобы жить мало и чтобы жить долго. И мы характеризуем эти состояния короткоживущести и долгоживущести. И пытаемся изменить организм так, чтобы вот его сдвинуть из более короткоживущего состояния, как бы более долгоживущее, понимаете? Вот на основе вот этих вот изменений. Ну и быстренько такие вот модели, которые мы используем. А вот мне всегда было интересно, как этих землекопов в лаборатории содержат. Их взрывают землю, как они живут там, как им темноту обеспечивают. Ну, темноту просто свет не надо включать. Ну, где в клетке? Они же под землей живут. Они живут под землей, но в лаборатории они прекрасно живут в такой системе клеток. Пластиковые клетки, которые соединены трубками, так, чтобы они бегали. И у них вот разные эти компактменты, они используют... Кислорода другое количество, не такое, как под землей, скажем, да? Не под землей, но при атмосферном кислороде они тоже нормально живут, да. В общем-то нет проблемы. Но в России вот у нас есть фактически только одна колония, вот как раз Владимир Петрович Скулачев, да. Собственно, вот как раз в нашем институте. А они холодненькие, тепленькие, или они быстро принимают температуру окружающую? Да, вот хорошо, что вы заметили, потому что мы как раз сейчас пишем статью на тему термогенеза. Это не совсем понятный процесс, но... А, то есть там все-таки есть тоже загадка какая-то, да? Загадка очень большая есть. На самом деле землекоп — это единственное млекопитающее, которое не может поддерживать постоянную температуру тела. Вот. Да, то есть, скажем, если его поставить на 20 градусов, ну приблизительно будет столько же у него температуры тела. Вот. И это, наверное, выгодно, потому что ему не надо тратить энергию и ресурсы на охлаждение и ненагоревание. Понимаете? Так может в этом загадка? Ну, я думаю, что это одна... Не приспосабливаться. Одна из... Это вклад. Я бы сказал, что это есть вклад, потому что есть много систем. И, собственно говоря, вот этот вот землекоп, мы еще 7 лет назад отсекенировали его геном, опубликовали статью и вот посмотрели, нашли много чего там интересного, мы это изучаем. Потом у нас была вот статья, мы вторую версию генома сделали, а сейчас у нас есть третья, еще не опубликованная, еще более такая, лучшая версия этого генома. Ну вот, например, некоторые из систем, которые изменились в землекопе, которые мы нашли. Вот USB1, это белок такой, называется Uncoupling Protein 1, он диссипирует энергию в виде тепла. Он ответственен за термогенез, и интересно, что он изменился у землекопа. Белковый синтез изменился, потом мы видим, что это, наверное, единственное млекопитающее, которое мы знаем, который такой нокаут на мелатониновую систему. Ну, потому что он в Солнце не видит. Ну да, имеет смысл. А как у него с серотонином? С серотонином мы не знаем, мы не измеряли, но мы знаем, что гены, которые ответственны за производство серотонина, активны, и они экспрессируются, скорее всего, он делается там. Но что интересно, что... Это самое главное, да, вот эти вот факты, да? Давайте их проговорим. Значит, у него максимальный процесс жизни 35 лет, но то животное, которому сейчас 35 лет, оно еще живое, то есть, в принципе, его может быть еще увеличится. У него очень редок рак, и он нечувствительной гипоксией, его можно посадить, например, на 20 минут без кислорода, и он выживет. Ну, в общем, много интересных. И вот я, собственно, держу здесь на руках, он такое маленькое животное, размером с мышь. Прекрасное животное, очень нежное создание, никогда не укусит вас, вы можете его взять. Несмотря на зубища такие, да, страшающие. Но это, тем не менее, только один из модельных организмов, которые мы используем. Например, вот другой есть модельный организм, называется ночница бранта. Это вот такая летучая мышь, одной из самых маленьких млекопитающих, масса тела, там 4-8 грамм, но при этом живет больше 40 лет. Это животное живет в Европе, вот в желтом показанном местах, где живет животное, также в Азии. И у нас были две экспедиции, нас поддержал Алексей Маскалев, тоже ученый, известный в области старения. Значит, мы вот были две экспедиции в этих двух местах. Мы собрали этих животных, которые в спячке, а также активных животных летних, и переправили образцы в Америку, отсекренировали геном тоже. И нашли там вот такие изменения в этих генах. Оказалось, что изменения, которые мы нашли в землекопе, и те изменения, которые в ночнице бранта, они разные, оказались, что интересно. Вот, и эти при этом гены тоже очень известны в области старения. Вот особенно, например, вот этот рецептор гормона роста, потому что гормон роста очень сильно завязан на контроль продолжительности жизни. И вот такой пример я хотел показать, например, вот на мышах. Если мы сделаем нокаут на рецептор гормона роста, мышь становится маленькой, карликом, но при этом она живет на 50% дольше. Да, очень интересно. У человека вот есть такая тоже болезнь, называется синдром Лорона, Лорон-синдром. Вот здесь показан человек, который нокаут, у него нет этого гена, с тремя своими детьми. Они выше него. Да, от 5 до 10 лет, а они вот такие вот, больше него. У этих людей, у них понижена вероятность возраст зависимых заболеваний. Меньше рака, диабета, болезни сердца и так далее. То есть, по-видимому, то, что мы видим на мышах, в какой-то степени распространяется и на человека. Но про продолжительность жизни мы не знаем, просто их очень мало, поэтому ее трудно измерить про то, что они в жизни. Ну и так далее. Мы изучаем другие организмы. Вот, опять-таки, ночница Бранта, о которой я вам рассказал. Вот голый землякоп здесь показан. Мы еще сигнировали геном Дамарский землякоп. Вот такой тоже организм есть. Он тоже в Африке живет. Ну, похоже, но он шерстистый. Только шерстистый, да. Они, ну, близкие родственники. Вот гренландский кит, мы тоже с ним работаем. Ну, собственно говоря, я, как бы, не хотел вдаваться здесь детали, но, может быть, сделать просто, ну, суммировать то, что мы нашли на основе анализа этих организмов. А то, что мы нашли, мы видим, что те процессы, которые меняются, скажем, ну, ночницы Бранта или в землякопе, они разные. И в ките тоже разные в основном. То есть каждый из этих организмов нашел свой собственный путь жить долго. Но при этом мы видим и общие закономерности тоже. И вот такие тоже есть common mechanisms, общие механизмы. Мы их изучаем через анализ метаболома, метаболомиков делаем, транскриптома, генную экспрессию. И пытаемся эти механизмы тоже найти. Я вам тоже их сейчас хочу проиллюстрировать, кратко. Ну, вот, например, вот в этой работе мы взяли 26 видов млекопитающих. Вот они есть нарисованы схематично. Продолжительность жизни от 3 лет до 57. И взяли 4 органа, по много представителей каждого вида, сделали такой большой метаболомный анализ. И нашли метаболиты, которые иллюстрируют для нас, как изменился метаболизм природно, чтобы эти животные жили дольше или меньше, например. И вот некоторые из них показаны здесь. Вот метаболиты, которые изменились здесь так, чтобы организм дольше жил. А потом мы взяли тоже мышей, такие несколько мышиных моделей, которые дольше живут. Опять-таки ограничения в калориях, добавка рапомицина или акарбоза и так далее. И посмотрели, ну, а какие, как у них изменился метаболизм, так, чтобы они тоже дольше жили. И сравнили вот такую эволюционную процессы природные с вот такими лабораторными процессами. Часть у них пересекается, например. Это вот нам позволило тоже лучше понять, как меняется метаболизм. Но, может быть, это наиболее интересно проиллюстрировать на примере генной экспрессии. Потому что очень понятно здесь. Мы взяли животных, которые одного и того же биологического возраста. Ну, вы понимаете, их хронологически мы не можем те же самые взять. Например, трехлетняя мышь и трехлетний человек. Нельзя сравнить их. Поэтому мы берем их одного биологического возраста. И мы сделали анализ генной экспрессии и транскриптома через RNA-seq на трех органах. На мозг, почка и печень. Ну и получился большой набор данных, конечно. И мы посмотрели, какие есть гены, экспрессия которых показывает нам продолжительность жизни. То есть природа как-то изменила гены. Какие-то, например, стали более активными. Какие-то репрессировались. И где-то мы видим тысячи генов таких в каждом органе, которые нам показывают, как природа изменила организм так, чтобы он дольше жил. И вот из этого многообразия этих генов процессов я проиллюстрирую таким небольшим набором. Вы вот видите здесь три кластера. Значит, синий здесь уменьшенная экспрессия. Красная увеличенная экспрессия. И вы видите три кластера слева, в середине и справа. И они скластеризованы по органам. Печень, потом мозг и почка. И вот большой кластер слева, это вот печень. И мы видим, что вот эти все процессы, они подавлены в печени. То есть, чтобы организм дольше жил, природа, она так изменила гены, что вот эти все процессы подавились. В основном это метаболизм. Метаболизм углеводов, жиров, аминокислот. Они в печени сильно подавлены, и это привело к увеличению продолжительности жизни. Вот в почках внизу они тоже подавлены, но не настолько сильно. И мозг, они подавлены, но совсем слабенько. То есть, сразу видно, чтобы организм дольше жил, что сделала природа. Она изменила одни и те же процессы, но по-разному в разных органах. А вот, например, вот в этом кластере видно, что эти процессы подавлены, но они подавлены только в мозг, в мозгу. Это в основном нейротрансмиттеры, ионные каналы и так далее. А вот эти процессы, они активированы во всех трех органах. Это в основном система репарации, репарации ДНК, например, всякие защитные функции и так далее. То есть, вы понимаете, как это сложно? Я пытаюсь понять биологический смысл подавления нейротрансмиттеров. Но это, наверное, нейробиологов лучше спросить. Наверное, да. Потому что так выглядит немножечко парадоксально, да? Казалось бы, мозг, который вообще живет за счет нейротрансмиттера... Ну, может быть, они медленнее функционируют, эти организмы? Точнее, наверное, это как-то тоньше обратная связь. Не вырабатывается там, когда не надо, просто вообще не вырабатывается. Может быть, то есть, что настройка просто. Ну, оставим это нейробиологам. Да, оставим. Оставим. Тем не менее, это характеризует сложность этого процесса. Например, если бы нам хотелось также изменить продолжительность жизни, нам надо было воздействовать на организм так, чтобы на разные органы воздействие было по-разному. Разные процессы были бы изменены в разных органах с разной степенью измененности своей. Ну, зачем нам все это надо? Мы как бы понимаем сейчас лучше. Не значит, что мы все понимаем, но понимаем лучше, как меняются эти процессы. А как это можно было бы использовать? Такой вопрос. Это можно использовать напрямую для нахождения соединений и интервенций, которые бы также меняли продолжительность жизни. И вот в этой работе, что мы сделали? Мы проскренировали 3000 соединений. Ну, есть набор данных, когда вот эти соединения были проанализированы. Это все известные лекарства, там, какие-то природные соединения и просто какие-то химические соединения. На изменения в генной экспрессии. Ну, просто есть такой набор данных. А поскольку мы знаем, как нам надо, чтобы изменилась генная экспрессия, мы говорим, а какие же из этих соединений вот ровно так же меняют экспрессию генов. Как нам надо. И мы проскренировали, и нашли у нас есть какой-то список вот этих кандидатов на увеличение продолжительности жизни. А пример здесь показан на рапомицин, потому что рапомицин это одно из самых известных способов увеличить продолжительность жизни, например, на мышах. Ну, или там, они также работают на более простых модельных организмах. Он с антибиотик, судя по названию, да? Это соединение, которое было выделено из бактерии, там, с острова Пасхи. Это иммуносупрессор, на самом деле, основная функция его. И он очень известный, потому что как-то было найдено, что он увеличивает продолжительность жизни. Да, это, по-моему, тоже обо нем рассказано. Да, это очень много. Компании много организованы на эту тему. Но в нашей ситуации он тоже был найден. То есть, иными словами, допустим, вылез, что называется, да, вылез. Ну, как соединения, все известные соединения были найдены? Потому что кто-то предположил, давайте попробуем вот это соединение. Попробовали, о, работает. А другой попробовали, не работает. Мы не хотим. Мы хотим, чтобы у нас был системный подход. И у нас вот он вылез, но, в принципе, он не самый лучший кандидат. У нас есть гораздо лучший кандидат. И эти кандидаты нам интересно изучать. Интересно, может быть, когда-то это дойдет до человека. Так что они, мы сможем показать, что продолжительность жизни человека увеличится. Но пока мы на уровне мышей находимся. Теперь находим эти соединения. Их изучаем. Но даже на уровне мышей их изучать очень долго. Ну, потому что мыши живут три года. Надо взять, например, 50 мышей контрольной группы, 50 мышей интервенции. И ждать три года, пока они вымрут. Это слишком долго. И дорого, между прочим, тоже. Поэтому для анализа этих соединений нам нужны биомаркеры старения. Биомаркеры старения до недавнего времени их не было. И, пожалуй, первые такие хорошие биомаркеры были придуманы для человека, как ни странно. Придуманы были в этих двух работах. Хорваст, такой Стив Хорваст есть. Он в Лос-Анджелесе работает. И такая другая работа, Ханом. Пять лет назад были опубликованы статьи по человеческим эпигенетическим часам. Это значит, анализ метилирования ДНК на человеке происходит. И по этому анализу можно вычислить биологический возраст организма. Мы тоже сразу стали работать на эту тему. И мы сделали часы. В прошлом году были выпущены две работы по мышиным эпигенетическим часам. Мы тоже сделали такие часы. Вот они показаны на этом слайде. Что мы сделали? Я проиллюстрирую, просто как это делается. Мы взяли 140 животных, самцов в возрасте от 3 до 35 месяцев. И отсеквенировали их геном на предмет метилирования ДНК. Вот этим методом, который называется Reduced Representation Bicel-Pied Sequencing. И нашли среди миллионов ЦПГ-сайтов, вот сайтов, где цитозина метилируется, всего лишь 90 сайтов в геноме. Вот они здесь написаны 90, и здесь они схематично показаны на всем геноме. Вот этот хромосомный состав мыши, 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 и вот эти наши сайты разбросаны по геному по всему. Какие-то в генах находятся, в межгенных пространствах, в каких-то репитных элементах, повторах и так далее. И в нашей модели эти 90 сайтов у каждой имеют вес, то есть они не идентичны по своей важности. Некоторые более важные, некоторые менее важные. Некоторые увеличивают метилирование, некоторые уменьшают метилирование. Но в сумме они образуют такую математическую модель, которая может показать, вычислить биологический возраст этого организма. Потому что биологический возраст на самом деле отличается от хромологического возраста. Например, мы смотрим на человека, какой-нибудь 40-летний, а мы видим, что человек явно старше своих лет, ему под 50 или 60, а другой в 40 лет молодой, как 20-летний. То есть люди стареют с разной скоростью, и это хорошо бы вычислить, вот этот биологический возраст. И эти часы позволяют это делать. Например, вот в случае, она здесь просто пример показан на мышах, вот это хронологический возраст мышей, а это предсказанный нашей моделью. И вот видите, такая хорошая корреляция есть. Каждая точка — это мышь. Вы видите, очень хорошее соответствие хронологического и биологического возраста. Но она хорошая, но и не идентичная, как вы видите, они все равно стареют чуть-чуть по-разному. Это по вашим часам, да? Да, это наши часы, да. Ну и как это можно применить, вот показано на этом слайде. Вот слева синим показан, это наш контроль, контрольные мыши, которые просто жили в клетках. Вот у нас 16 возрастных групп. А красным показаны мыши, на которых мы воздействовали, мы им давали меньше еды. Ограничение в калориях, калорий restriction. И мы видим во всех четырех возрастных группах, здесь от 10 месяцев до 27 месяцев, они биологически более молодые. Мы знаем, что они живут дольше, но посмотрите, в каждом из случаев они более молодые по нашим часам. Таким образом, допустим, чтобы проверить ограничения в калориях, мы можем поставить этих животных на 10 месяцев, а потом померить нашими часами и показать, что они биологически более молодые. Это может сильно ускорить процесс скрининга новых соединений на контроль продолжительности жизни. Но старение все равно продолжается, как вы в самом начале отметили. Да, оно все равно неизбежно будет. Мы меняем потом метафории, мы меняем время, которое вода течет. Течет, да. Но не сам факт течения воды. Вот другой пример. Здесь рецептор гормона роста. Мы убрали его в мышах, сделали нокаут, и мы видим, что мыши, они биологически более молодые, чем контрольные мыши. Здесь этим мышам всего лишь 6 месяцев, и на 6 месяцах мы видим разницу между... Это вот карлики, фактически. Да, это карликовые мыши, да, ровно карлики. Ну или вот другой пример. Здесь мы взяли клетки фибробласты мышей, взрослых мышей, и мы их перевели... Ну, перепрограммировали. Перепрограммировали в индунцированные плюрипатентные стволовые клетки. Ну, они фактически аналог эмбриональных клеток. И мы видим, что возраст, вот в синем показан исходный возраст, а возраст этих клеток, он ушел в ноль практически. И это такой удивительный пример омоложения. На самом деле, это единственный известный пример омоложения. Одно дело замедлять, а другое дело омолаживать. Обратить вспять. Обратить вспять. Мы в возрасте клеток обратились пять, но самое главное, что мы можем это измерить биологически, понимаете, этими часами. Поэтому мы очень рады, что у нас такая модель возникла. Но, естественно, это не единственная модель. Другие есть лаборатории, которые тоже придумали свои часы. Кроме эпигенетических часов, можно сделать часы на анализах метаболитов, генной экспрессии, каких-то фотографий и так далее. Поэтому есть много разных способов. И это очень сейчас активно развивается, эти маркеры старения. В общем, они есть, и мы используем очень активно эти часы, чтобы скринировать и находить новые соединения. На самом деле, я уже подхожу к концу и хотел бы суммировать то, что я вам рассказал сегодня. Я вам рассказал несколько историй, можно сказать. Одна история, что старение — это системный процесс. Это очень важная концепция, потому что вся система как-то организована. и она целиком стареет. И если мы из нее возьмем какой-то один компонент, теломеры, на этом же самом моменте мы перестали изучать старение. Потому что этот компонент никогда не представит старение полностью. Потому что стареет вся эта система. Как ученые, мы такие редукционисты. Нам хочется из сложного выделить что-то простое, понять его хорошо, и через это объяснить сложный процесс. Это часто работает. Но в случае старения имеет это ограниченная применимость. Нужно нам изучать всю систему. Это очень сложно. Но только сейчас появились технологии, омиксные в основном, генетические, геномные технологии, искусственный интеллект, когда мы можем применять это и изучать всю систему, как она стареет. Это очень важный момент. Поэтому мы живем в очень интересное время, когда наконец-то мы можем изучать старение полноценно. Дальше я вам рассказал о причинно-следственных процессах в области старения. Вот на примере метаболитов в мухах. Я вам говорил о том, что мухи накапливают повреждения с возрастом. Мы можем их видеть. Я также рассказал про метилирование ДНК в мышах на примере часов эпигенетических. Но по сути своей все эти процессы показывают увеличение дилетариома. Все это многообразие вредных процессов, которые накапливаются неизбежно. Но тем не менее мы знаем, что скорость накопления их можно изменить и даже иногда обратить вспять, как в случае индуцированных при вибриотетных стволах клеток. Но какие закономерности мы видим? Мы видим, что есть уникальные процессы, специфичные для разных организмов или для разных клеток. Например, летучая мышь и ночница Бранта по-другому замедлили свое старение. Но мы это также принципы видим на примере разных клеток. Нейроны и моноциты, они по-разному живут. Также мы видим на примере интервенции то же самое. То есть есть общие закономерности, а есть совершенно специфичные. И то, и то важно изучать. Дальше мы видим наши генетические наборы генов, экспрессии генов, мы называем longevity signatures, которые помогают нам находить новые интервенции. Мы сейчас в лаборатории очень активно изучаем эти процессы. И вот я рассказал про эпигенетические часы, которые позволяют нам и изучать старение, но в том числе быстро проявлять интервенции. А сама наша цель — это изменить организмы с более краткоживущего состояния, более долгоживущие. Мы используем природные примеры, мы пытаемся понять, как природа это делала, но также лабораторные организмы, лабораторные системы. Что я еще хотел сказать? Что продолжительность жизни модельных организмов уже была изменена. Мы научились это делать, но мы, как ученые, не только в лаборатории, сообщества. На дрожжах, на мухах, на червяках, на мышах, на обезьянах. Нет никакой причины, почему бы это не работало на человеке. Это, конечно, будет работать. На человеке пока нет ни одного способа известного увеличить продолжительность жизни, но, несомненно, эти способы будут. Я думаю, что лет через 5-10 мы к этому придем. Мы, опять-таки, как сообщество, потому что это очень сложно изучать. Никакая одна лаборатория это не сможет сделать. Надо дожить. Надо дожить, да. Ну и закончить я хотел, на самом деле, вопросом. Вопрос такой. Вот когда начинается старение? Мы знаем, когда оно кончается. Оно кончается, когда организм умирает. Я бы сказала, что с рождения, но это так. Мне так вот просто захотелось сейчас так сказать. На самом деле есть 6 ответов. Если, например, я еду на конференцию по старению, и наугад спрашиваю разных людей, которые изучают старение, геронтологов. А когда вы думаете? Они дают совершенно разные ответы. Ну вот первое — соплодотворение, да? Оплодотворение, да. То есть это минус 0,75 лет. Потом с рождения. Потом период самой низкой смертности. Как ни странно, вот такой, это самая низкая смертность у человека в 9 лет. Это, кстати, неизвестный процесс. Вот мы это вычислили, даже не опубликовали еще. Вот. И потом, может быть, период половозрелости, где-то, ну, 12-13 лет. Потом где-то конец развития. Ну, условно, можно сказать, 20 лет, потому что там это по-разному можно считать. Либо когда мы, собственно, видим какие-то примеры старения. То есть это как посмотреть, значит, называется? Нет. Почему? Это разные мнения. Разные мнения. А вот... Но это люди считают разные... По-разному. По-разному представляют старение. Это означает о том, что мы, если у нас нет согласия, даже среди... Да, даже здесь. ...сообщества ученых, даже с такой, казалось бы, фундаментальный вопрос... Даже в такой узкой области, как бы. Да. Мы до конца не понимаем. Ну, и, собственно, я вот хотел оставить этот вопрос открытым и спросить, ну, вас и зрителей, что они думают. Может быть, они могли бы комментарии писать на это видео. Собственно говоря, вот сейчас мы... У нас статья, где мы на этот вопрос ответили, на самом деле. Я бы очень хотела встретиться с вами еще в этой студии, и чтобы вы в развитии темы нам представили новые данные. Это было бы очень интересно. Спасибо за этот рассказ. Но пока остановимся. Я не прощаюсь надолго. Я делаю паузу. В этой рубрике я хотела, Вадим, расспросить вас не столько о науке, об исследовательской части вашей деятельности, сколько об организации, о которой у нас, как мне кажется, мало говорят, но вы имеете к ней непосредственное отношение. Я имею в виду Российско-Американскую ассоциацию ученых. Несколько лет назад она, вот в частности, она учредила премию, несколько лет назад, а недавно, буквально на прошлой неделе, присудила ее двум нашим выдающимся, без преувеличения, соотечественникам, космологу Андрею Линде и биологу-эволюционисту Евгению Кунину. И премия эта названа в честь другого нашего выдающегося соотечественника Георгия Гамова. Расскажите коротко о деятельности ассоциации, о том, как вот сейчас произошел отбор, как номинируются люди на эту награду, вообще, как это все связано. Я не спрашиваю, для чего это существует. Мне это очевидно, для чего это существует. Потому что, во-первых, очень много наших соотечественников, и в Америке в частности, научные связи, они не прерывались, и, дай бог, не будут прерываться. И все это лично мне представляется очень интересным и важным. Пожалуйста. Спасибо за эти вопросы, потому что, действительно, они очень важные вопросы. Ну, часто говорят, что наука в России не умерла, она переехала. И, действительно, очень много ученых, которые уехали из России, сейчас работают в других странах, в том числе в Америке очень много людей. И, ну, некоторая, как бы, группа этих людей, она объединилась между собой, потому что нам интересно общаться. Мы встречаемся, раз в год у нас происходят конференции в разных городах Америки. Я стою в Координационном совете, это вот РАСА, Russian American Science Association. У нас вот президент Валерий Фокин. Сейчас вот у нас будет через две недели конференция в Вашингтоне, и он передаст, как бы, руководство Александру Кабанову, тоже очень известный, да, наш ученый. Химик с биологическим уклоном, по-моему, так ли, да. Он работает в университете Северной Каролины, но также в МКУ. Вот, и конференция очень хорошо, много людей туда приезжает, просто наши соотечественники, да, все по-русски происходит. Нам очень интересно общаться, ну, узнаем, естественно, мы делаем доклады, и мы узнаем много, много чего интересного. Или даже из не своих, из чужих областей. Да, естественно, да. Это организация совершенно независима ни от каких-то американских организаций, и от российских, никак не связана ни с чем. А банальный вопрос, чисто технически, как это вы сами за свой счет ездите, за свой счет все это проводите, надо арендовать зал там. Да, ну, например, вот эта конференция, которая в Вашингтоне будет, у нас там Игорь Ефимов есть, он просто работает в университете, и он организует зал, а, например, я лечу за свой счет, я так же снимаю гостиницу за свой счет. Да, это как бы предполагалось, ну, для уточнения. Да, ну, у нас иногда есть спонсоры, мы, как бы, взаимодействуем с разными организациями, и те люди, которые хотят безвозмездно, не требуя ничего взамен, как бы, на благое дело мы, конечно, можем у них взять, но формально мы не зависим ни от кого, и никто нам не указ в какой-то степени. Вот, и, значит, мы учредили премию несколько лет назад, премию имени Георгия Гамова, вот в этом году я, собственно, был председателем комитета, у нас были люди в комитете из России, из Англии, из Америки, в общем-то, очень известные люди, и были номинации, очень широкие номинации. Люди не сами себя номинируют, а номинируют другие. Другие люди номинировали, да. В этом году, особенно, у нас просто были выдающиеся люди, которые были номинированы, так оказалось, и вот, значит, комитет решил, что мы должны присудить премии, вот, как вы сказали, Евгению Кунину и Андрею Линде, как вы сказали, это просто наши выдающиеся соцсети звезды, да, естественно, да, мы очень рады. Мировой науки не нашей, а мировой науки звезды. Да, и вот они приедут на конференцию, будут вступать с докладами, и поэтому, может быть, я мог бы воспользоваться этой возможностью, если какие-то зрители есть, они бы тоже могли пригласить в Вашингтоне, да, пожалуйста, приходить. Ежегодно будет вручаться, да, то есть она уже вручается. Да, она уже вручается несколько лет. В прошлом году вот ее получили Александр Кабанов и Артем Аганов, например, вот, ну и планируем в будущем, естественно, тоже присуждать ее. Ну, удачи вам. Спасибо. Спасибо.